Ииии всем привет друзья, с вами Леймстоун и сегодня мы с вами смотрим на мод на Майнкрафт на версии 1.20.1 под названием Trajectory Estimation Из данной модификации к нам будет добавиться возможность предсказывать траектории наших снарядов Итак, давайте же приступать к обзору Ну и как же это будет происходить? Все достаточно просто Все что нам нужно сделать, это взять например какой-то снаряд в руку Допустим снежок И вы можете видеть, что мы с вами начинаем замечать вот это Что же это такое? А это ребята у нас кубы, которые предсказывают куда будет падать наш снежок Кстати говоря, вы также можете видеть, да, вот этот вот небольшой красный то ли кубик, то ли прямоугольничек Не совсем понятно какой точно он формы Да, судя по всему это просто какая-то небольшая плоскость Но так или иначе она нужна, чтобы четко показывать то место, куда падет наш снаряд И как видите, это в полной мере работает И единственное, что да, ребят, это не всегда бывает удобно К сожалению, автор мода не сделал так, чтобы мы могли каким-то ни было образом, например, удобно это включать и выключать Допустим на какую-то одну конкретную кнопку Но я полагаю, что в конечном итоге это будет добавлено Потому что это было бы логично Но так или иначе, давайте посмотрим, какие еще есть фичи у данного мода Например, мы с вами можем прицелиться, допустим, в каком-нибудь мобе И ребят, вы слышите? Да, это у нас звук дзынь Звук дзынь означает то, что мы в кого-то прицелились В общем-то так это и работает Если, допустим, мы прицелились в кошку И мы уверены, что в нее попадем То да, да, действительно мы можем бросить снежок и попасть То есть этот дзынь должен означать, что мы сейчас в данный момент в кого-то целимся И, скорее всего, попадем Ну, как вы понимаете, да, если мы будем долго в кого-то целиться И, в принципе, иметь возможность в него попасть То вот этот дзынь будет достаточно раздражающим Потому что он будет буквально там с небольшим кулдауном проигрываться снова Ну, давайте так или иначе будем проверять траектории И как это работает с луком, ребят, посмотрите Вот с луком это действительно более или менее толково Почему? Потому что не отображается Ну, что, в общем-то, естественно Потому что мы не целимся Вот эта самая шкала, вот эти самые кубики Они просто вот не отображаются Эта самая траектория, она не видна Пока мы не начнем все-таки в кого-то целиться Давайте посмотрим, работает ли это с луком И да, с луком это, конечно, работает Давайте я прицелюсь, ну, например, вот сюда Попаду или не попаду? Да, как вы видите, траектория предсказывается достаточно четко Кстати говоря, с трезубцем это также работает Но это работает только тогда, когда мы именно что-то начинаем из него целиться То есть на правую кнопку мыши Хобана! И вот тогда это работает То есть, в принципе, сейчас мы никакой траектории не видим А вот сейчас уже начинаем ее наблюдать И снова бросаем С взрывными зельями это работает похожим образом Но тут, в общем-то, ввиду того, что зелье кидается одним кликом То да, здесь траектория у нас будет видна всегда Ну, давайте мы, допустим, прицелимся как-то вот так И да, как видите, в принципе, куда я целился Туда я попал еще разок И, ну да, видно, что иногда оно бывает чуть-чуть пониже Вот чуть-чуть, как мне кажется Если, знаете, в чем проблема? Дело в том, что здесь не всегда учитываются некоторые факторы Например, если вы стреляете из лука Лучше все-таки, например, с луком поменьше прыгать Потому что иногда траектория может из-за этого сбиваться С зельями, мне кажется, похожа ситуация То есть, когда я летаю, это может наносить какие-то помехи А если вот так я кину, то, ну да, вот с зельями как-то это работает немножко похуже Давайте посмотрим на пузырек опыта Как это будет работать Вот попаду ли я, допустим, конкретно вот в этот крайний блок И, да, тоже чуть-чуть поближе летит у нас пузырек опыта Не совсем понятно, с чем это связано Но давайте попробуем жемчуг эндера Вот, допустим, я хочу четко вон в то углубление Ммм, почти, почти возможно Возможно, если я попробую немножко отлететь Опять-таки, в данном случае я буду немножко в полете Но так или иначе, давайте попробую попасть И, да, мне кажется, да, я попал В этот раз все получилось То есть, в целом, нужно целиться как-то более точнее Давайте сейчас на угол мы попробуем попасть И, нет, я попал на другой немножко угол Да, то есть, получается, что как будто немножко поближе Но так или иначе, все равно это выглядит неплохо Понятное дело, что, да, вот эта вот траектория из кубов Она может раздражать Но, опять-таки, ребят, я думаю, что когда мод в полной мере доделают Это будет достаточно удобно Опять-таки, мне кажется, идеальна эта тема Если вы будете пользоваться луком То есть, со всем остальным, да, это прям проблема Но вот лук, в принципе, более или менее толковый То есть, действительно, с ним можно, можно спокойно обращаться С этой траекторией В целом, она может вам помочь в кого-то попасть Ну, а на этом мы с вами будем заканчивать обзор данного мода Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки за видео, друзья, оставляйте комментарии Также не забудь подписаться на канал, нажать на колокольчик А с вами был Леймстоун Всем удачи и всем пока!